всем огромный привет сегодня мы с кендалл поедем в лонг бич и выгадайте к нам вернулась наша машина все ауди мы сдали теперь мы ездим на лексусе все мы приехали в лонг бич сегодня лорензо нужно было поехать в налоговую и так как это в лонг бич и решила блин я хочу поехать погулять сюда потому что мне здесь очень нравится и конечно же вас с собой взять лонг бич это такой район где ты можешь просто приехать погулять с семьей походить по магазинчиком по ресторанчиком покататься на лодке и просто вот насладиться этим всем потому что ну калифорния все-таки и самое самое главное достопримечательность лонг бич это то что здесь есть аквариум знаменитый аквариум я сегодня туда не пойду но просто знаете что он здесь есть мы как-нибудь с вами тогда обязательно сходим но просто не сегодня мне очень нравится что здесь все облагорожено здесь нет мусора бомжей и просто как будто бы ты в раю здесь прям какое-то райское место я вообще не могу и здесь можно отпустить даже ребенка гулять она может побегать и я знаю что она особо никуда не убежит обычно если она гуляет на улице она может что-то с пола поднять и в рот засунуть часто это бывают и фантики и бычки и в общем всякая дрянь здесь просто очень чисто очень чисто так что кендал ты сейчас пойдешь бегать я пыталась только что сделать фотографии с кендал и ко мне подбежал мужчина говорит давайте я вас фотографирую конечно же давайте я сразу вспомнила такую мысль то что настоящая женщина не просит к настоящей женщине сами предлагают помощь настоящая женщина пытается сделать что-то сама к ней сразу подбегают мужчины и помогают делать все что она хочет то же самое сегодня было я заходила в лифт и тоже парень стоит говорит какой вам этаж нажать атолия сегодня в платье то ли это макияж то ли это просто моя женская сила работает смотрите какие красивые домики разноцветные я обожаю эту улочку потому что здесь все такое яркое так вкусно пахнет кофе но я даже его не хочу я просто наслаждаюсь запахом не очень нравится аромат смотрите как интересно здесь сделали в туалете такое сиденье для ребенка пока ты сидишь в туалете твой ребенок сидит вот здесь если он уже большой если он маленький то здесь можно поменять вот так сейчас очень жарко я решил взять замороженный йогурт но единственный который у них был без молочных продуктов это был паин apple ананас попробуем вот чага and french fries а в доме а а в доме и Мужчина должна быть проактивным, чтобы он поднимает его семьи, поднимает food на table и поднимает его голову. Мужчина не имеет времени социализировать и говорить о нонсенсах с другими людьми. Если вы хотите сделать это, вы можете работать и поговорить с вашими друзьями о том, что это нонсенсы. Вы не должны потратить четыре часа из вашего дня и говорить о нонсенсах, и тогда нет денег, не тратить руки, или ничего, не тратить. Я заказала себе овощи на гриле, и Лорензе заказал себе веджи-бургер, и он не хочет помидорку, поэтому он мне её отдаёт. Это, кстати, похоже на мясо, но это гриб. Очень классная мысль, которую сказал Лорензе сейчас. А вы как думаете, женщина должна сплетничать или работать? Отвечу за себя. Я считаю, что женщина не должна работать как в прямом смысле работать, сидеть в офисе 12 часов и всё такое. Я считаю, что женщина должна заниматься любимым делом и зарабатывать на это деньги. Это моё личное мнение. Хоть мне и нравится Лонгпич, но я бы не хотела жить в этом районе, потому что здесь очень рядом промзона. И также здесь рядом порт, и поэтому здесь очень много вот этих грузовиков. Если будешь здесь жить, у тебя будут постоянно грузовики ездить рядом. Соответственно, воздух не очень хороший. Я сейчас съела чашку сладкого попкорна и потом запила кокосовой водой. И на фоне этого сладкого попкорна кокосовая вода показалась мне просто водой. Хотя сама по себе кокосовая вода очень вкусная и довольно сладкая. Но я вот понимаю, что это зло. Почему не делают полезный попкорн? Хотя написано, что полезная альтернатива, но что-то как-то я не заметила. Не полезно. А вы любите попкорн? Если да, напишите в комментариях. Кстати, одно время я любила ходить в кино только из-за попкорна. Сейчас зайдем в мой самый любимый магазин — Sephora. Смотрите, какая красота. Представляете, до чего дошли технологии? Теперь можно тональный наносить спреем. Как в реальном это баллончик, и ты прям впрыскаешь себе на лицо. 62 доллара. Когда я нахожусь в магазине косметики, я не упускаю шанс попробовать какие-нибудь новые ароматы. А сейчас я попробовала J'adore Enjoy. Мне очень понравился, кстати. Но мои самые любимые духи — это вот эти. Все, сто долларов оставила. А это уже бухта у моего дома. И все мы, конечно, знаем, что жизнь вносит свои коррективы. И очень многим женщинам приходится работать очень тяжело в офисе по 12 часов. Но все же я хочу нести идею в массу, что женщина должна заниматься любимым делом, и это дело должно приносить ей деньги. Да, я знаю, это мечта очень многих людей на планете, чтобы их любимое дело приносило им стабильный, хороший доход, достойный, чтобы ни в чем себе не отказывать жить хорошо. Но к этому нужно стремиться, да. И пока ты ищешь вот это свое любимое дело, нет ничего плохого в том, чтобы пойти устроиться на обычную работу и параллельно что-то думать, искать. Но когда такой выбор стоял у меня, я выбрала заниматься своим делом, и я очень долго и упорно к этому стремилась и занималась своим делом. Даже где-то в ущерб себе это было очень сложно, но я не могла работать в офисе. Это просто мне мысль об офисе просто убивала. Господи, сидеть возле компьютера по 8 часов. Поэтому стремитесь к своим мечтам, ставьте цели, и у вас все получится. А на сегодня мы с вами прощаемся. Не забудьте досмотреть видео до конца, чтобы увидеть, что будет в следующем эпизоде. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы с вами увидимся очень скоро. Пока-пока. И я предпочитаю, чтобы никто просто не понимал, что я говорю. В долю секунды ты подумаешь, вот, блин, зачем это вообще говорить? Ты женщина, значит, ты обязана стирать. Или, ой, раз ты женщина, давай-ка мне приготовь борща. Что вы выросли в разных странах, вы выросли на разных мультиках, на разных песенках, вы учились по разным учебникам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok